Всем привет, друзья! Вы на канале Коптер Тайм. Дрон-ньюс, интересные новости, специально для вас. И не забывайте про розыгрыш, ну и, естественно, подписываться на наши соцсети и на наш канал. Поехали! В России упросят использование гражданских и коммерческих беспилотников. Тотальный запрет, введенный в 70... В 70-х годах... Тотальный запрет, введенный в 70 регионах России, полностью уберут. Как сообщил Минтранс, с 1 марта 2024 года дроны можно будет запускать над городами на высоте до 150 метров в светлое время суток в пределах прямой видимости. Дроны весом до 30 килограмм не требуют предоставления авиационным властям плана перемещения. Также дроны станут доступнее в сельском хозяйстве. Также в среду правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Документ описывает пять направлений. Стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы. Разработка и их серийное производство. Создание крупных производственных центров. Развитие инфраструктуры. И подготовка всех нужных кадров, по оценке экспертов. В ближайшие годы появится система, при которой все дроны Воздушного пространства России будут отправлять о себе данную введенную службу. Технические возможности есть. У каждого дрона уже сейчас есть уникальный номер. Будет некая диспетчерская, как в аэропортах, когда на радарах отображаются все самолеты. И если некий дрон не будет подавать сигналы и не будет внесен в базу, его будут сбивать противодронными оружиями или системами радиоэлектронной борьбы. Всероссийская лига дронов обратилась к Минтрансу РФ с просьбой приравнять спортивные дроны, используемые на соревнованиях к спортивному инвентарю, и освободить их от постановки на учет в Росавиации. МВД проверяет свадебное агентство, которое нарушает запрет на полеты и запускает квадрокоптеры для съемок свадеб в Москве и Подмосковье. Цены на услуги выросли в среднем раза в 4 из-за рисков, связанных с задержанием. Операторы соглашаются на съемку только в проверенных местах, вдали от жилых и административных зданий. Если съемка удалась, материал передается клиентам без монтажа. Свадебное агентство предупреждают о невозможности возврата денег в случае задержания, но могут гарантировать отсутствие ответственности жениху и невесте. Космический сегмент должен быть задействован в мониторинге авиабеспилотников, заявил Сергей Жуков. Не тот, который руки вверх, а директор аналитического центра Аэронет. Он поддержал инициативу создания системы мониторинга беспилотников. Аэроглонас уже имеет подобный опыт и готов запустить систему. Однако некоторые специалисты высказывают сомнения в реализации данного плана, поскольку данный проект пока не имеет экономического обоснования и технического задания. СберАвтотех и Глобалтрак начали тестировать беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект рассматривается как решение для сокращения дефицита рабочей силы и снижения себестоимости перевозок. ПАО КАМАЗ также приступило к тестированию беспилотных грузовиков на этом маршруте. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры». В России впервые показали шоу пиродронов. 200 обычных и 15 пиродронов устроили яркое шоу на фестивале Динатера в деревне Шостаково Кемеровской области. Деревня известна тем, что в ее окрестностях найдено самое большое в России количество скелетов – динозавров. Компания DJI пока так и не показала новые R3, зато появились новые кадры дрона. А также стало известно, что планируется выход новых пультов DJI RC-N2 и DJI RC-N2RC. Кстати, друзья, совсем забыл. Еще одна ожидаемая новинка, которая засветилась на этой неделе – это DJI Mini 4. Фотографий, правда, немного, но все же можно увидеть узнаваемый дизайн – все тот же и компактный размер. Винт с ожидаемым будет 249 грамм. Ждем еще утечек, чтобы получить больше информации. Кстати, друзья, кто ждет DJI Mini 4, обязательно пишите в комментариях. Компания Insta360, известная своими универсальными портативными камерами с обзором на 360 градусов, представила новый продукт – камера Insta360 GO 3. Хорошая, говорят, камера. Главная особенность новой версии – Action Pod, в которой вставляется капсула. 170 минут автономной работы, а также откидной сенсорный экран для селфи. И настрой камеры. Камера GO 3 получила следующие характеристики. 11,24 мм фокусное расстояние и диафрагма 2,2. Фото 560 на 1440, 16 к 9 и 2936 на 1088. 2,7 к 1. Формат Dengar. Видео 2,7К 24, 25 и 30 кадров в секунду и 1440p 24, 25, 30 и 50. Без ограничений по длине видео. Режимы Time Shift, Slow Motion, Pure Shot, HDR и Time Lapse. Также на ней есть два микрофона и функция Voice Control 2.0 для управления камерой. То есть у нее теперь наконец-то появится голосовое управление. GO 3 имеет класс защиты IPX8, а Action Pod IPX4. Цены для разных версий камеры. 32 гига – 380 долларов, 64 гигабайта – 400 долларов и 128 гигабайт – 430 долларов. Что, в принципе, вполне вменяемо для такой маленькой камеры. DJI выпустила патч-прошивку версии 3.7.3 для устранения проблем в недавнем обновлении Terra версии 3.7.0. Обновление устраняет проблемы, связанные с зависанием систем Windows 7 при выполнении 100% реконструкции и отсутствием результатов синего свечения при использовании мультиспектрального беспилотника DJI Phantom 4. DJI рассказал о своем процессе проектирования в штаб-квартире в Ченжане. На изображениях, опубликованных в Twitter, показаны эскизы дизайна беспилотника DJI Avada и инновационное рабочее пространство компании. В очередной раз дрон с тепловизором помог спасти туристов, путешествующих на байдарке. Они застряли в реке Сака, когда солнце уже близилось к горизонту. Спасательная операция проводилась уже ночью. К счастью, людей обнаружили целыми и невредимыми. Переходим к рубрике «Советы». И сегодня поговорим про лучшие дроны с зум-камерой. DJI Mavic 2 Zoom – это лучший выбор благодаря камере с двукратным оптическим зумом и прочному корпусу, а также отличному качеству изображения. Он обеспечивает оптический зум для лучшей четкости изображения и возможности сжатия сцен для кинематографичных снимков. Он также обладает активным отслеживанием возможностей HDR и активным освещением. DJI Mavic 3 – лучший беспилотник с гибридным зумом. Если вам нужны еще больше возможностей масштабирования, Mavic 3 – лучшее решение. Данный зум может достигать 28 крат. Качество видео отличное, и дрон предлагает различные варианты масштабирования в различных сценариях. Autel Evo 2 – более бюджетный вариант и не менее хороший выбор. Он обеспечивает 16-кратный зум с четкой 20-мегапиксельной камерой. Несмотря на отсутствие оптического зума, он обеспечивает плавные и резкие снимки в различных условиях. Большинство дронов поддерживают цифровой зум, но для достижения наилучшего качества и возможности масштабирования рекомендуется использовать специализированные дроны с зумом, такие как серия Mavic. Переходим к рубрике «Вопрос-ответ». Сразу несколько вопросов про зум у дронов. Зачем нужно увеличение масштаба в дроне? Увеличение масштаба с помощью дрона позволяет получать детализированные изображения и видеоматериалы, обеспечивая более близкий обзор ландшафта и позволяет точно идентифицировать объекты или особенности. В чем разница между оптическим и цифровым зумом? Оптический зум использует механическое перемещение объективы камеры для увеличения масштаба, что приводит к получению более четких изображений с более высоким разрешением. Цифровой зум увеличивает изображение в цифровом виде, что часто приводит к снижению качества. Что же такое гибридный зум? Гибридный зум сочетает в себе технологии оптического и цифрового зума, обеспечивая максимальную мощность увеличения и качество изображения при увеличении масштаба. Как далеко дрон может увеличить изображение? Большинство дронов могут достигать 4-х кратного цифрового зума, но качество изображения может значительно снизиться. Mavic 3, оснащенный двумя камерами, может увеличивать изображение до 28 раз, при этом сохраняя достойное качество снимков и видео. Переходим к самой красивой рубрике нашего выпуска под названием «Место на карте». Видео нам прислал наш подписчик Игорь. Место под названием «Ладожские шхеры» – это национальный парк в Республике Карелия на северо- и северо-западном побережье Ладожского озера. Создан он был для сохранения уникальных природных комплексов озерных шхер. Общая площадь составляет 122 тысячи с копейками гектаров. Шхеры Ладожского озера представляют собой комплекс, состоящий из 650 скалистых островов и обровистых скал, а также изрезанного временем из стихии побережья самого озера. Наиболее крупные острова Ладожских шхер – это, ребят, короче, очень сложное название, если буду ошибаться, не ругайте меня. Значит, Кильпола, Кухка, Саралансари, Ловатасари, Путсари и Рикелансари. На этом у нас все. Если понравился данный выпуск, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии к этому видео. И не забывай подписываться на наш соцсет, там тоже много чего интересного. И не забывай про конкурс. Под всеми шестым выпуском DroneNews у нас люди сейчас пишут комментарии о том, как они справляются с запретами на полеты дрона. Обязательно пиши этот комментарий и обязательно подписывайся на канал. Если ты не будешь подписан, ты не будешь считаться участником данного конкурса. Поэтому обязательно не забывай это делать. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова